Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы вернемся к теме видеомонтажа и продолжим знакомство с DaVinci Resolve. Я решил, что 5 уроков хватит для описания действий, которые вам могут потребоваться при монтаже стандартного ролика. Так что ждите выхода следующих видео уроков, ссылка на плейлист в описании. О том, как добавлять файлы в проект и вообще, что из себя представляет интерфейс, я повторять не буду. Об этом я рассказывал в прошлом скринкасте. Сейчас, например, я хочу сделать эпизод о том, как человек жжет мусор. Я выбираю только те треки, которые имеют отношение к делу и добавляю их в проект. Во-первых, можно сразу сделать иконки побольше, так как их мало. Во-вторых, треки добавились не по порядку. Я хочу, чтобы они шли последовательно. Вот здесь можно ассортировать по названию. Поднося мышку к иконке и просто переводя из стороны в сторону, не нажимая никаких кнопок, вы можете видеть, что происходит в кадре. Прокручивать его. А так можно увеличить медиапул за счет уменьшения таймлайна. Если два раза нажать на иконку трека, то он отобразится в мониторе и тут уже можно будет рассмотреть все более детально. Перенести трек на таймлайн можно из медиапула, просто зажав его левой кнопкой мыши, либо можно перенести его из монитора. Он, видите, сразу создает таймлайн, помечая его галочкой на оранжевом. Его лучше сразу переименовать, если у вас будет несколько таймлайн, чтобы не путаться. Из медиапула вы забираете весь трек, а из монитора можно забрать только какой-то кусок трек, помечая маркерами начало и конец нужного куска. Иногда это бывает удобно. Например, можно включить два монитора вот этой кнопкой и в одном мониторе выбирать нужные куски, а в другом смотреть на результат монтажа. Сейчас, если вы обратили внимание, я когда удалял трек, я удалил отдельно трек видео и аудио. Сейчас они не связаны, их можно двигать обособленно. Вообще это неудобно. Рано или поздно вы не уследите, и пойдет рассинхрон видео с аудио, поэтому их лучше связать вот этой кнопкой. Теперь аудио и видеодорожки двигаются вместе. Причем, если эта кнопка нажата, то все добавленные треки будут связанными. Лучше держать ее всегда нажатой. Если захотите развязать треки, выделите их и нажмите эту кнопку, но потом нажмите обратно, чтобы не забыть. Кроме того, можно заблокировать дорожку. Причем, если даже трек связан, а заблокирована только видеодорожка, аудио будет двигаться, поэтому блокировать нужно обе дорожки. Тогда трек будет оставаться неподвижным. А так, например, можно отключить видимость верхней дорожки и посмотреть, что под ней. Иногда это бывает удобно. Потому что, собственно, что такое монтаж? Это соединение нескольких кадров, а наличие нескольких дорожек существует исключительно для удобства. Можно просто выбирать нужные куски в мониторе и состыковывать их на одной дорожке. Вот так, кстати, подрезают кадры. Вы просто берете за край, нажимаете левую кнопку мыши и тянете вправо или влево. В мониторе показывается, с какого кадра все начнется. Вот вы вырезали то, что вам нужно. Состыковали. Взяли следующий кадр. Ну пусть деревня. Выбрали кусок, состыковали. Взяли следующий, состыковали и так далее. Ну получается такое уже, в общем-то, кино. Но когда у вас большой проект, часто такая линейная схема не проходит. Нужно что-то где-то заменить. Где-то вы понимаете, что нужно добавить кадр. Само собой получается, что количество дорожек растет. Где-то есть длинный кадр, например, интервью. Вы кладете его вниз, а сверху начинаете накладывать другие треки. Перебивать нижний. Это удобно тем, что верхние треки можно двигать, удалять, заменять, оставляя хорду неподвижной и постоянной. У меня бывает на монтаже до семи видеодорожек, особенно если съемка в несколько камер. В таком случае видео всегда идет с самой верхней дорожки. А аудио проигрывается все вместе. Но про аудио мы поговорим в другом скринкасте. А вот про видео, что еще важно. Как я уже сказал, вы можете подрезать кадр, просто потянув за край. Второй, не менее распространенный способ, это воспользоваться лезвием. Вы разрезаете кадр в любом месте, потом выделяете ненужный кусок и нажимаете Delete. Но тут происходит вот что. DaVinci автоматически сдвигает все последующие кадры на пустое место и часто это приводит к провалу. Весь монтаж съезжает не пойми как. Чтобы этого избежать, кстати отменить действие Ctrl Z, к этому часто придется прибегать. Так вот, чтобы этого не произошло, нажимать нужно не Delete, а Backspace. Тогда он просто вырезает кусок и оставляет все на своих местах. А иногда нужно нажимать Delete, если это обусловлено задачей. Что еще? Ну еще для удобства тут есть вот такая кнопка, которая меняет представление дорожек на таймлайне. Вот так вы можете увеличивать масштаб таймлайна. Либо то же самое можно делать нажатой клавишей Alt и колесиком мыши. Я чаще пользуюсь мышью. Ну и все. Итак, самые частые кнопки. Лезвие. Английское B. Выделение. Английское A. Play. Воспроизведение. Пробел. Alt. Среднее колесо мыши. Масштаб. Ctrl Z. Отмена действия. В принципе это все, что вам необходимо знать для монтажа стандартного ролика. Какие-то тонкости по работе с титрами и эффектами, со звуком и цветом мы рассмотрим в следующих видео. А поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и любите друг друга.